Еще Константин Митрюшинский, он писал, что он был великим педагогом, это действительно выдающийся педагог. Он писал в своей книге в фундаментальном своем труде «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической антропологии». Он писал, что к обширному кругу антропологических наук лежит анатомия, физиология, патология человека, психология, логика, философия, география, изучающая Землю, политическая экономия, история в обширном смысле, куда мы относимся к религии, цивилизации, философских систем, литературу, искусство и так далее. И он писал про то, что на самом деле современная педагогика, она не может обходиться без знаний физиологии, без знаний анатомии, без знаний вообще очень-очень-очень-очень обширного круга наук. И, конечно, Константин Дмитриевич Ушинский, он мечтал о том, чтобы однажды в педагогику пришла серьезная физиология, пришла математика, пришли доказательные методы естественных наук. И вот, можно сказать, друзья, с вами мы живем в том веке, в то время, когда это случилось. И сейчас, в общем-то, без знаний о нейрофизиологии, без знаний об нейроанатомии, без знаний о физиологии сенсорных систем невозможно говорить о педагогике. И сегодня я вам это продемонстрирую, в том числе о воспитании детей и о создании специальных условий для детей, для того, чтобы они максимально продуктивно развивали свой мозг. Вообще, вот, есть некоторый принцип физиологической обратной связи, он используется в разных, самых разных, в самых разных аспектах нашей жизни. Я считаю, что невозможно развитие человека без получения обратной связи. То есть, если ребенок занимается чем-то, осуществляет какой-то навык, пытается тянуться к знаниям или что-то повторять за родителями, если родители, взрослые, педагоги, неважно, воспитатели не дают обратной связи, то, естественно, что эффективного обучения не получится. Не получится. Вот. Поэтому вот есть принцип биологической обратной связи. В свое время Уолтер Кеннон в своей замечательной совершенно книге, физиолог Уолтер Кеннон, он писал в книге «Мудрость тела», описывал понятие гомеостаза. Гомеостаз – это сохранение постоянства внутренней среды. То есть, организм стремится выравнивать физиологические процессы, нормализовывать их, и психофизиологические. То есть, процессы, связанные с работой нашей психики. Ну, например, вот, да, у нас есть нормы О2 кислорода, да, у нас есть нормы микро- и макроэлементов, количество, да, в крови, предельно допустимая норма токсинов. То есть, на самом деле, у нас у каждого есть определенная норма токсинов. У нас у всех есть какое-то количество токсинов в тканях нашего тела. И до тех пор, пока вот их какой-то предел, да, не достигнут какого-то пикового значения, в целом организм себя нормально чувствует. Нормально чувствует. Ну, потому что уж современный, причем он может еще адаптироваться с возрастом. И в зависимости от экологических условий. Или, например, вот PH, да, кислотно-щелочный баланс, нормальный 7,43. Когда происходит смещение, да, в одну или другую сторону, то происходит... Когда происходит смещение, да, в одну или другую сторону, то происходит закисление или защелочное баланс, потому что у нас следа внутри становится более щелочной или более кислой. Да, там, если смещается PH, например, сильно желудка, да, желудочного сока, то это может приводить, например, к гастритам и так далее. Вот, а физиологическая обратная связь, она бывает положительная и отрицательная. Отрицательная связь она служит для нормализации, то есть когда у нас, например, вот температура поднялась, нужно ее опустить, да. Глюкоза уровень слишком сильно поднялся, уровень сахара нужно тоже опустить. Кринное давление поднялось, опустить. Вот, то есть система отвечает так, чтобы изменить направление изменений на противоположное, так как обратная связь служит сохранению постоянства системы, то, собственно, это и позволяет соблюдать гомеостаз. Есть положительная обратная связь. А вот тут все интереснее. В данной ситуации ответ системы выражается в усилении, в усилении переменной. И вот такая связь оказывает дестабилизирующий эффект. Она не приводит к гомеостазу, а можно приводить к новому состоянию или к патологическому состоянию. Например, когда человек заболевает, у него может подниматься температура, и организм не справляется. Например, начнёт ещё и усиливать температуру, и это может, к сожалению, приводить к тому, что просто кровь свернётся, белки крови сворачиваются. Есть другой вариант, что когда идёт развитие, 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 и в конечном итоге, например, развитие клеток, из клеток развиваются ткани, из тканей органы, из органов потом возникает зародыш. И заканчивается тем, что ребенок рождается. Это тоже будет положительная обратная связь. Эпилептические состояния, они тоже являются своего рода обратной связью физиологической, потому что они являются как бы сверхответом, сверхвозбуждением. И считается, что устойчивым системам необходима комбинация из обоих типов обратной связи. Вот отрицательная позволяет вернуться к гомеостатическому состоянию, неоположительная обратная связь используется для перехода к совершенно новому и, быть может, к сожалению, иногда менее желанному состоянию гомеостаза. И это называется метастабильность. Вообще, обратная связь реализуется как с внешней средой. Я вам сказал, что ребенок должен получать информацию от родителей, от взрослых. Вообще, развитие невозможно без других людей. Поэтому, дорогие родители, помните о том, что именно вы, в общем-то, являетесь проводниками в мир интеллектуальных функций ребенка, в мир его интеллектуально-психической жизни будущей. Потому что он на вас смотрит, а в первые 5-6 лет ребенок смотрит на родителей как на богов. Почему? Потому что они выжили. То есть они являются биологически значимыми элементами для ребенка. Они такие вот, да, небожители для него. Вот. Поэтому это, конечно, ключевой момент. Но также биологическая обратная связь, она внутри организма постоянно реализуется. И реализуется она не только посредством гуморальной регуляции. То есть, допустим, посредством регуляции на уровне биохимических молекул. Например, стресс, выделяется адреналин, кортизол и так далее. Или человек поел, вырабатывается инсулин. Клинки под желудочной железой начнут вырабатывать. Нет, не только так. Но на самом деле и психофизиологически это может происходить. Но, например, мы хорошо знаем, что мысленное представление движений почти так же эффективно, как и выполнение реальных действий. Почти так же эффективно. Почему? Потому что задействуются те же области. Это раз. А во-вторых, вот похоже, что вот тут и система зеркальных нейронов работает, тут и работает вот этот принцип обратной связи, психофизиологической обратной связи. И мозг, как бы, да, он думает внутри себя, что он реально, он загружает эти нейроны, нагружает их работой. Ну, например, мы хорошо знаем, что больные люди, у которых, например, ну, пациенты, у которых, например, произошли разрывы периферических нервов, повреждения, да, например, там, руки, ноги. При представлении ими движений идет импульсация из моторной коры, идет информация, может идти обратно в сенсорную кору мозга, воспринимающую, да, это темные области. Преамоторная кора подключается и включаются области мозга, которые начинают отправлять импульсацию по периферическим нервам, что способствует в конечном итоге проращиванию нервов. Вообще, это удивительная штука, до середины 20 века считалось, что, ну, вот, ну, невозможно, перерезали, да, нервы, и все. А потом потихоньку стало в второй половине 20 века накапливаться прямо материал клинический, что действительно люди после даже таких тяжелых травм, аксоны, они прорастают, прорастают отростки нейронов. То есть у нас нервное, нервное волокно может останавливаться. Понятно, что оно не будет в первозданном виде, как было изначально, но оно может скомпенсировать ту неврологическую недостаточность, которая была просто за счет представления движения. За счет представления движения. То есть представление движения оказалось очень значительным таким вот двигателем, кстати, вот в современной психоневрологии, да, и в том числе в деабилитации. Поэтому я всем рекомендую и взрослым, и деткам, да, делать мыслительную гимнастику. Значит, как она делается? Вот прямо сидите, да, опять же, мы сейчас все с вами сидим. Я уже говорил, что сидит нам долго. Я уже, для темно в пришедших, говорю, что похоже, что на карантине в крупных городах мы будем сидеть сидеть до 30 апреля. Вот, у меня такая просьба, давайте сегодня про патологии мы не будем говорить, да. Про патологии мы будем говорить в пятницу. Я там все отвечу. Сегодня мы говорим все-таки про здоровых деток, у которых все функции коры и подкорки нормально сформированы. Мы сегодня говорим про детей, которых мы можем сверх нагрузить. Потому что есть тоже такой запрос. Мне говорят родители, ну, хорошо, это вот понятно. А вот мы хотим нагружать дополнительно, да. И я сегодня вам расскажу об этих возможностях. Вот, про праксис и про все эти вещи давайте там. Спасибо большое, что пишите в комментариях. Еще раз говорю, лучше переходите на YouTube и пишите комментарии на YouTube, потому что там я буду оперативнее отвечать и буду потом там в конце прям вебинара отвечать. И вебинар будет больше, чем час. Вот, значит, давайте с вами сделаем маленькую мыслительную гимнастику. Можете прям сесть за стол, устроиться поудобнее, как вам удобно. 20-15 минут. Прямо вот можно на рабочем месте. Значит, что нужно сделать? Нужно, не закрывая глаза, не закрывая глаза, можно их чуть прикрыть. Это очень важно, потому что когда вы закроете глаза, там, альфа-ритм, потом там начнет это, и нам не нужно это. Нам нужно, чтобы вы были в таком вот, в расслабленном состоянии, но в бодрствующем таком расслаблении. Поэтому, значит, нужно будет представить себе, как вот вы прыгаете, да, просто сначала вот прыжки. Вот как вы прыгаете на одном месте. Просто представляете, вот как вы прыгаете 10-15-20 раз. Я это сейчас просто вам проговариваю, вы потом сами попробуйте это сделать. Вот на одном месте прыгнули. Сначала на двух ногах. 10-15-20 раз. Потом представьте, как вы прыгнули на правой ноге, только на... Ну, как вот можете, насколько вот высоко. Потом также 10-15-20 раз на одной ноге. Потом попробуйте представить себе, как вы прыгаете вперед. Скажем, вам нужно прыгнуть на дистанцию, там, полтора-два метра. Если получится, конечно. Как вот вы не просто прыгаете, да, вот, а вы прям представляете, как вы подаете корпус тела вниз. Как изменяется центр тяжести. Как он, как тяжесть, да, центр тяжести смещается и уходит в ноги. Как ваши ноги прям... То есть представьте себе, как вы прям вот ощутите. Вот вы вот, у вас ножки, почему я говорю, сядьте. Вот они у вас, пяточки, прикасаются, да, там, не знаю, в тапочках, там, в ботинках, в кроссовках. Они прикасаются у вас к полу. Но вы представьте себе, что это уже вот вы приземлились. Вот прям ощутите, отправьте туда внимание все свое. Отправьте внимание туда вот в стопы. Вот, то есть вот вы прыгнули. И так несколько раз, раз пять так вот сделать. Представляете, что вам вот вы такая лягушечка, и вам нужно прыгнуть. Вот раз так, раз так вот, два, три, четыре, пять. Прыгнули. Вот. Потом вздохнули, потому что устали, правильно? Вот так вздохнули, выдохнули. После этого, представляете, бег трусцой. То есть там минуток шесть-семь. Вот как будто по парку бежите, как будто бежите по парку. И вот вы вдыхаете воздух. Я говорю, нам сейчас только это остается. Мы будем, в общем, сейчас имитировать нашу деятельность. Много москвичей-то точно. Мне уже москвичи пишут. Вот, друзья, москвичи. В общем, будем имитировать движение. Поверьте, надо тоже нагружать свою моторную кору. Бег трусцой. Следующее упражнение. И вот самое мое любимое. У вас, наверное, 100% есть какой-то любимый маршрут. Ну, например, у меня по домам есть парк с озером. Я очень люблю там прогуляться, когда у меня есть время. Там минут на 40, там выйти, просто, знаете, подышать свежим воздухом, там собраться с мыслями. И вот представьте себе, вот прям, а вот сейчас вы можете закрыть глаза. Вот сейчас можете их закрыть и представить себе, как вы идете по знакомому маршруту. Прям очень подробно представляете. Вот как вы проходите там мимо скамеечек, там в парке. Ну, допустим, я перехожу мостик, который идет через это вот озеро, да, там в узком части, это водохранилище, озеро-водохранилище. А потом там, как я прохожу там мимо, там этого старинного, здесь у нас старинный дворец Александрину, да. И вот каждый-каждый элемент, а вы представляете, у вас какой-то другой, может, любимый маршрут быть. У вас там, может, детская площадка, я не знаю, там, какая-нибудь аллея, может, исторический центр города. Вот. И вот по нему тоже хотя бы там минуток 6-7 надо походить. Ну, и, соответственно, вот у вас 20-15 минут, ну, 12-15-20 минут получается вот такая мыслительная гимнастика. То есть вы нагрузили свой мозг вот такой вот сенсорной информацией и, в том числе, подключили моторную структуру. Гомункулус я вам показывать не буду, вы его, скорее всего, все знаете, знаете, кто это такой, да, что это такое, что это распределение в моторной, в сенсорной коре больших полушарик головного мозга, распределение чувствительности нашего тела, он непропорционально, там, большие ручки, непропорционально большой язык, там, и так далее. Вот. Ну, маленькие ножки. Просто потому, что какие-то области являются более значимыми с точки зрения сенсорики, с точки зрения сенсорики для нашего мозга. Вот. Серьезную, конечно, работу в этом принимают зеркальные нейроны. Они отвечают за восприятие информации и за имитацию движений, как долгое время считалось. Джакомо Резелати в 1996 году обнаружил систему зеркальных нейронов. Одного оружия, они как работали с обезьянами, вживляли электроды, смотрели, как они отвечают в нейроны, вживляли электродовые нейроны двигательной коры. И увидели, что у обезьяны активируются те же нейроны, которые должны активироваться во время движения у нее самой, когда она наблюдала за движениями другого человека или обезьяны. Такая вот история. И когда они это увидели, что, да, вот есть нейроны, которые активируются помимо воли самой обезьяны, то есть как-то вот спонтанно, когда она просто наблюдает за движением, хотя эти нейроны в норме работают тогда, когда она сама что-то делает, то, конечно, назвали как бы отзеркаливающими нейронами. Ну, потом долгое время пересматривалось. Вот все это. И на сегодняшний день эта теория не подтверждается до конца, потому что там есть много вопросов. Потому что бывают такие ситуации, когда зеркальные нейроны вообще не включаются в работу, в имитационной деятельности. Ну и там сейчас есть часть вопросов к зеркальным нейронам. То есть, возможно, в каких-то аспектах я буду аккуратно этих функций переоценена. Но, несомненно, конечно, они влияют на восприятие, например, вот боли нашей. Потому что прямо четко показано, что я даже сам участвовал в этих экспериментах. Помню, они такие... Я в качестве подопытного животного участвовал. Приходил к коллегам. Мне тоже надевали, там они локализовали эти вот структуры зеркальных нейронов. Там находят зеркальные нейроны и показывали мне всякие картинки. Там вот видео, где там сверлят зубы, там плачет ребенок. И смотрели, вот как мы на это реагируем. Вот. Друзья, я повторяю, что сегодня тема нашего дискурса, она касательно ребенка-гения. Мы сегодня говорим про деток, которых мы хотим сделать более гениальными по запросу родителей. Вот. Поэтому сегодня больше у нас такой вебинар для родителей. Еще раз повторюсь, что переходите лучше на YouTube канал. Ссылка в шапке профиля. Вот. Ну и, соответственно, на самом деле, зеркальные нейроны, возвращаясь к этому эксперименту, они очень активно включаются в работу, когда мы наблюдаем, ну, какую-то такую, знаете, вот очень неприятную для нас картину. Ну, картину, которая, ну, вызывает в нас такой, знаете, вот эмоциональный отклик. И плюс позволяет нам все переживать. То есть они... Вот насколько, правда, они самостоятельно это делают, ну, это сложный такой вопрос. Вопрос сложный. Неоднозначный. Ну, в общем, зеркальные нейроны с ними пока непонятно. Ну, они вот есть, просто на всякий случай говорю, тоже сейчас модно про них много писать, до сих пор модно, но там пока еще стоит продолжить исследование. Значит, межполушарная асимметрия. Вот если подгрузилась презентация, к сожалению, сегодня не удалось ее подгрузить. У меня такая картинка, знаете, вот там левая полушария анализ языки и логика, наука, справа творчество, музыка, воображение. И это все перечеркнуто вот так. Потому что сейчас мы вообще на это не так смотрим. Мы не так на это смотрим. Вот. В свое время вот Роджер Спэри, Нобелевский лауреат, он делал эксперименты со сечением коленчатого тела. Это вот структура, которая соединяет два полушария друг с другом. И это нужно было у пациентов с эпилепсией. Когда в одном полушарии начинался эпилептический припадок, то очаг возбуждения возникал. То, чтобы он не перебрасывался в другое полушарие, просто рассекали вот это вот мозолистое тело, вот эти вот волокна, которые соединяют два полушария. И когда это вот сделали, то действительно у больных, у пациентов наступили значительные улучшения. Значительные улучшения. Действительно, они перестали вот так вот реагировать на... То есть у них, скажем так, приступы, да, уменьшить выраженность вот самого припадка, да, вот он уже не был таким генерализованным. И вроде бы все было ничего, но вроде бы. А потом оказалась совершенно удивительная штука, что больные стали вести себя странно. Ну, например, вот у них разные руки выполняли разные действия. К примеру, вот приходила супруга к пациенту, ну, к мужу своему, навестить его, да, после операции. И он ее одной рукой обнимал, а другой колотил по спине одновременно. Вот представьте себе, вот так вот, да, было. И это, конечно, пугало исследователей. Плюс там несколько изменялось восприятие, потому что поля зрения, да, немножко были нарушены из-за этого. И там так получалось, что как будто бы вот каждая полушария независимо воспринимает информацию. И вообще-то возник такой вот дискурс, да, о том, что может у нас два полушария в мозге, и они друг с другом постоянно, как говорится, спорят. И вот в этом вот споре они находят решение вопроса, да, вот в этом вот бесконечном дискурсе. Шло время, накапливались более свежие данные. И сегодня мы, конечно, уже так не смотрим на эти эксперименты, потому что уже много, сколько, наверное, лет 60, 70 уже прошло с этого момента. Вот, если не больше. Значит, более свежие данные. Они говорят о том, что у нас действительно есть некоторое вот разделение по функциям, но незначительное. Как правило, центр речи обычно в левом полушарии находится, но у некоторых людей в правом. При нарушении в работе правого полушария, когда оно подавлено, человек может говорить без остановки. То есть, похоже, что вот функция правого полушария, она такая вот вытормаживающая. То есть, вот чтобы мы, знаете, не болтали без умолку, оно как бы отсекает все лишнее. Такой, знаете, вот ограничитель. Значит, в экспериментах по самосознанию, восприятию своего лица, как у животных, так и у людей, самосознание есть в обоих полушариях, на что очень важно. Причем самосознание вот нашей личности, то есть независимо. Независимо имеется в виду, то есть у нас не какая-то вторая личность, а вот я это я и в правом полушарии, и я это я в левом полушарии. Сейчас мы, когда с вами подойдем к упражнению, я объясню, почему все это я рассказываю, почему все это важно, вы поймете. Вот. Дальше выяснилось, что на самом деле и творческие способности, они и в левом, и в правом полушарии. И язык. Вот, например, вот есть эксперименты, когда человека удалили вообще моторную область, речевую, двигательный центр речи, воспроизведение речи удалили из левого полушария, где все это стало, что вот без него никак, и через три месяца у него практически восстановилась речь за счет правого полушария. Правое полушарие взяло на себя функцию. То есть оно может это делать теоретически. И сейчас мы считаем, что полушария дублирует и дополняет работу друг друга. И для этого они должны постоянно обмениваться информацией. Для них это очень важно, вот это вот связи между ними. Вот. Оказалось также, что вот двигательный акт гораздо сложнее, чем кажется. Вот почему вот эта история, да, в работах Роджера Спейри, когда вот, да, казалось, что одна рука там обнимает жену, а другая колотит. Почему, да, как будто две личности. На самом деле это связано с тем, что там есть моторные, премоторные области коры, которые... У которых есть функция отмены действия. И для того, чтобы они поняли, что, например, я вот сейчас хочу взять чашечку, видите, левой своей рукой, от вас это будет справа. Вот чтобы у меня правая рука не отнимала чашку, идет сигнал туда, да, в другое полушарие. И оно вытормаживается. То есть, да, для того, чтобы есть некоторый зазор временной, для того, чтобы полушария договорились и не спорили друг с другом. А когда рассечена, да, вот эта вот связка, там 100 миллионов волокон, большой тракт, то у меня руки могут... У меня, знаете, одна рука может вот... Я могу пить, а другая будет отбирать кружку. Это не шутка, так и может быть. То есть у меня полушария не смогут договориться. А так, за счет того, что у меня есть эта связка, видите, вот я могу поставить кружку. Связка играет важную роль. Мы сегодня об этом будем много говорить. И вообще во всех когнитивных функциях. И сегодня будем говорить о том, что с ней делать. Особенно у детей. Вот. Значит, полушария должны друг с другом обмениваться информацией. Это важный фундаментальный вывод. И за этот обмен просто отвечают эти вот межполушарные комиссуральные связи. Значит, что мы сегодня еще знаем про межполушарное взаимодействие? То есть еще раз поняли, да, что вот это говорить, что там в левом полушарии там у нас только там речь или только наука и цифры, логика и так далее, а в правом нет, это не совсем верно. Единственное, что вот в правом полушарии, например, да, в полушарии может быть несколько по-разному, чуть-чуть по-разному. То есть происходит специализация процессов восприятия и процессов ранжирования информации. Ну, например, из экспериментов мы знаем, что вот в правом полушарии ему проще работать и воспроизводить, в том числе через речевые, да, центры, наиболее часто встречающиеся цвета, там, синий, красный, зеленый. А вот в левом полушарии у нас лучше, да, левый полушарий работает с цветами составными, да, сложно составные цвета, там, терракотовый какой-нибудь. То есть цвета, которые реже встречаются, там, лиловый, да, серо-бурмалиновый в крапинку, да, там, если хотите, то есть то, что требует некоторой лингвистической нагрузки и какой-то такого образного мышления дополнительного, да, то есть дополнительной семантики, да, ну, то, что удавалось вот обнаружить. Чуть-чуть, может быть, до правого полушария где-то может вот справляться лучше с пространственными задачами, но, опять же, левого полушария тоже неплохо с пространственными задачами, но, опять же, левый полушарий тоже неплохо это делает. Просто важно, чтобы они постоянно дополнялись, похоже, чтобы, понимаете, вот у них происходит постоянное вот сопоставление, вот как с руками, да, чтобы они понимали, да, вообще, где право, где лево, чтобы они... У нас дело в том, что вот волокна идут, они перекрещиваются, многие волокна, из левого полушария они управляют правой, то есть, например, моторные двигательные области мозга, моторные мои коры управляют моей правой рукой. А правые двигательные области коры управляют левой рукой, то есть, там есть перекресты. Вот, но есть и прямые, на самом деле, и псилтральные тоже связи, их меньше. Так вот, чтобы, да, каждый с собой у них должна быть эта вот связка. Но работают они, то есть, они примерно по функционалу одинаковы, что мы знаем, что если у детей, например, по какой-то причине нету одного из полушарий, то второе может полностью на себя взять функцию мозга. Очень важно, что синхронизация и десинхронизация в работе полушария головного мозга – это противоположные процессы. Это противоположные процессы, да, что еще обеспечивает межполушарный свет. Там не только мозолистое тело, там еще несколько пучков. Там еще передний пучок есть в лобных долях. Конечно, там есть еще и другие пучки. Вот мне тут пишут, спасибо большое за комментарий, несомненно. Если синхронизация в работе полушария головного мозга, вот когда нам нужно, чтобы ребенок что-то выполнил, где требуется большая катания, то в этом случае очень важна синхронизация разных областей мозга. Синхронизация разных долей, которые отвечают за принятие решений, контроль, функции, нам нужно, чтобы лобные доли, часть затылочных долей, часть теменных долей, да, височных, начали работать, допустим, на ритме, там, 20-22 герца. Да, такие пики, да, выдавали на уровне бета-ритма, да, бета-ритмика, чтобы работала. И, соответственно, это позволяет нам полушариям, да, позволяет нам разным частям мозга договориться друг с другом. Поэтому залог хорошего внимания и залог хорошей концентрации это синхронизация в работе областей в мозге. Это показано. А вот как раз, когда мы говорим про творческое мышление, вот смотрите, вот тут начинается интересная штука. Когда мы говорим про творческое мышление, там как раз-таки вот все, вот понимаете, вот Бехтерев это еще показал и ряд других следователей, что когда мозг ищет какое-то творческое решение, там все просто пылает как-то вот так вот, как-то вот случайным образом, там все как-то то синхронизируется, то рассинхронизируется, то так, то и так. Потому что мозг постоянно ищет какое-то решение, потому что он не знает, какая из областей ему понадобится для решения этой сложной какой-то творческой задачи. Вот. И мы, например, в центрах развития мозга, что мы делаем? Мы, когда тренируем детей работать с вниманием, то с помощью электродов мы позволяем им синхронизировать разные их области. Для того, чтобы они, например, настроили их на бета-ритм. Это одна из наших главных задач. Так вот, я вас подвожу к такому важному выводу. Что вы хотите от ребенка, чтобы он был гениальным в чем? В математике, логике, физике, в естественных науках, кто требует постоянной синхронизации и внимания? Или же вы хотите, чтобы у вас был ребенок творческим гением и находил уникальное решение? И подумайте об этом. Это очень важное замечание. Подумайте. Это существенная вещь. Потому что это, в общем-то, такой краеугольный, как начинать, собственно, подход к детям, у которых хотели бы развивать разные тельные таланты. Помните о том, что все дети разные. До сих пор спорят, если аудиалы, визуалы, кинестетики, аудиалы, это на слух ориентируются, визуалы, соответственно, зрительное восприятие, кинестетики, это все надо потрогать, дигиталы, это цифры, это программисты и так далее. Ну, я считаю, что все-таки все люди в большей степени визуалы, потому что 80% проходят информации через зрительный тракт, но остальное уже там, соответственно, по тому, как они тренируются. Вот. Имейте в виду, что у детей еще разные психотипы. Тоже очень. Замечательная классификация по Леонгарду и Личко. Там есть разные психотипы детей. Там лобильный циклоид, лобильный, стероидный, демонстративный, сенситивный. Вот я привожу этот пример. Вот ужасная, на самом деле, эта история, эта реальная история была несколько лет назад. Мне с ужасом рассказывал один учитель в школе. Он говорит, я пошел на курс психофизиологии на повышение квалификации. Официальный курс был, да. Читал там какой-то профессор, в общем, не будем тут даваться в имена и подробности. И он приводил пример. Вот, говорит, представьте себе, сидит урок, да, сидят на уроке дети. И там на предпоследней парте сидит девочка, ее зовут Маша. И с задней парты ей кричит там какой-то паренек, которому Маша очень нравится. Или там просто хочет внимания этой Маши. Он кричит там, Маша, дура. И что предлагает этот преподаватель? Он говорит, давайте вот всем классом крикнем. Будем кричать, Маша, дура. И вот все хором начинают это делать. Это ужасная совершенно вещь. Понимаете? И тут вот дальше начинается такая история. Если у Маши какой-нибудь там демонстративный тип, она там, знаете, закатит там истерику, расплачется, там убежит из класса, понимаете. И потом придет бабушка Маша, понимаете, с кулаком к этому учителю просто. И, в общем, ничего хорошего не будет. Есть другой вариант. Когда Маша, у нее сенситивный тип, Поличко. И Маша посмотрит так вот в стол, она может проглотить слезы, понимаете, извините меня, просто потом совершит там попытку что-нибудь нехорошее с собой сделать в туалете, в школьном. Понимаете, там открыв окно или еще что-нибудь такое, да. То есть, просто в зависимости от того, какой психотип у ребенка, почему этот психотип, он уже достаточно четко сформирован, ну, где-то к 9-10 годам он сформирован. То есть, вот прямо вот он есть. И мы можем четко сказать, что там, допустим, астеноневротический тип. Вот часто к нам детей с астеноневротическими вводят, ну, вот кто коллеги, которые вводят, по целям вот знают, да. У них, они вот такие все вяленькие могут быть, вот, они умные, но они просто вот вяленькие, потому что у них вот такая астенея, вот такая вот быстрая утомляемость, да, потому что так нервная система работает. Это похоже, что частично это наследуется, плюс какие-то эмбриональные факторы. То есть, и ребенок с этим уже родился. Это его конститутивный тип, их там много, этих типов. Поэтому почитайте, Личко. Личко и Леонгард. Личко, он усовершенствовал классификацию Карла Леонгарда. Вот. И попробуйте определить там по критериям, к какому типу ваш ребенок относится. Просто чтобы на это не тратить время, я это сейчас не делаю, это очень долго можно рассказывать. Но есть просто это и в интернете много описаний, в книжках об этом много пишут. Это самая такая научная классификация детей. Вот. Просто если вы знаете, что у вас ребенок демонстративный, как бы, то вы можете быть спокойным, там, в плане того, что там он поистерит, и как бы, и он не будет там ничего делать. Но если ребенок, например, сенситивный, да, там, неустойчивый, да, ну, или остеоневротический, какие-то ситуации, тут надо быть очень аккуратным. Если, допустим, ребенок эпилептоидный, он может просто вот залипать на каком-то, понимаете, вот он будет говорить, нет, мама, объясни, нет, мама, объясни. А вот я знающий вот так, а это вот так, а это вот так, не-не-не, нервной деятельности. Понимаете, у него конструкт нервной деятельности. Солнышки мои, еще раз повторяю, переходите на YouTube, и там все смотрите, там будет сохранен эфир на канале. Ссылка пока будет несколько дней висеть в шапке, да, просто потом переходите, и там все будет, хорошо? Поскольку эфир у нас дольше, чем час, он не сохранится весь, просто физически не сможет. Инстаграм, к сожалению, не дает. Понимаете, ну Цукерберг жадничает там по времени, не хочет он нам полтора-два часа давать, час, говорит, и все. Понимаете, можете ему жалобные письма написать. Вот, может, разрешит больше запить. Поэтому вы переходите лучше на YouTube, и там все будет потом. Ну, или потом посмотрите в записи. Вот, ну что, давайте с вами потихоньку к практике перейдем. Значит, практика такая. Значит, как я уже говорил, мы сегодня про детей говорим разных возрастов. Начнем с самых простых упражнений и пойдем к сложным. Значит, вообще вот у нас есть в Центрах развития мозга целый курс «Ребенок-гений», 20 занятий, очень интенсивных. Вот мы сегодня об этом говорим. То есть, еще раз говорю, что это для детей, которые хорошо успевают по школьной программе, но родители хотят, чтобы вот, чтобы дети еще активнее, да еще больше успевали, чтобы и несколько языков изучали, чтобы там, а с математикой, чтобы в целом развивали свой кругозор, да. То есть, может быть, даже самим детям они чувствуют, не хватает школьной программы. Ну, например, мои родители, они считают, что мне не хватало школьной программы, и поэтому меня еще водили там в Центр культуры и досуга у нас районные, потом меня водили во дворе строительства юных ванищиков, это у нас там свозит, в общем, школьную молодежь, и там куча-куча разных секций, там от биологической, заканчивая исторической, да. И вот таким образом, да, там детей могут дополнительно развивать. Но сегодня я вам буду рассказывать о некоторых универсальных вот упражнениях, в том числе направленных на межполушарное взаимодействие. Значит, есть самые простые, многие из вас, скорее всего, родители это знают, 24 года, с чем мы начинаем, да, то есть мы будем идти поэтапно, да, в зависимости от того, какие у кого детки. Значит, принципы пальчиковых упражнений, есть пальчиковые упражнения, да, там, когда мы, там, колечки всякие эти вот делаем. Есть принципы, либо обе руки одновременно работают, либо обе руки пересекаются в работе, либо обе руки или ноги поочередно работают, либо синхронная работа обеих конечностей. Вот меня спрашивают, взрослым подойдет? Ну, какие-то упражнения, которые для старших деток подойдут и взрослым, несомненно. Вот. Я, кстати, всякие эти вот упражнения, которые я сегодня вам показывать, двигательные, я их сам иногда делаю, потому что это очень полезно в целом. Вот, ну, пальчиковые не делают, детки у нас делают все. То есть, да, две ручки работают одновременно, либо они пересекаются в работе, либо обе руки и ноги поочередно, либо синхронная работа обеих конечностей. Значит, пальчиковые упражнения, ну, вот, колечки всякие, да, вот эти вот. Потом, знаете, вот есть там апельсин, мы делили апельсин, у нас вся рука, да, там, она у нас в кулачке, право ее обхватывает. Много нас, а он один, вот. Вот, и правой рукой мы поочередно там по лепесточку, да, вот так вот отрываем, да. Это долька для ежа, это долька для чижа, это долька для котят, это долька для утят, это долька для бобра, а для волка кожура, да, и вот так встряхиваем, собственно. Ну, это все вы можете тоже посмотреть. Пальчиковые упражнения, их много всяких разных, но их вообще полезно делать с детками до двух, четырех, ну, пяти лет тоже. Вот, потом есть очень хорошее упражнение, мое вообще любимое упражнение, я его даю сам, когда читаю курсы по вниманию, и у взрослых, и у детей, и с детьми, когда вот я работал больше, я всегда им это давал, упражнение четки называется, вот, для наполнения кинестического канала, канала восприятия, связанного с нашими, да, вот ощущениями. Вы берете шляпную резинку, например, такая тоненькая черная резинка, и надеваете на нее бусинки разных там форм, из разного материала, разного цвета, там, деревянные, пластиковые, металлические бусы и так далее. Завязываете это все дело, закрываете глазки, и начинаете вот сначала в правой руке, да, вот перебирать эти бусинки, эти вот как четкие, перебирать, вот, представляя себе, как выглядит в реальности эта бусинка, как бы реконструируя ее в голове, да, пытаясь определить, из чего она сделана, там, из металла или пластика, из дерева, да, и так далее, и так далее. И вот вы, вот, ожидание, чтобы они были именно вот разных, там, кругленькие, овальные, да, могут быть какие-нибудь там квадратненькие, да, чтобы они были разные тоже формы, это очень-очень полезно. Вот, и сначала одну руку, потом, вообще, это очень хорошее упражнение, оно еще и нервы успокаивает, просто оно, ну, классное упражнение, потому что тут и много нервных окончаний, все это стимулируется, в общем, это очень полезно. Делать его нужно, упражнение, где-то 2-3 минутки с каждой рукой. Где-то, ну, 3,5-4 минутки уходит на выполнение обеими ручками. Значит, следующее упражнение, это кулак, ладонь, ребро, да, или ладонь, ребро, кулак, когда меняют разные действия, мы говорим, ладонь, ребро, кулак, и он вот меняет то кулак, то ребро, то есть ребро мы вот так вот оставим ребро, да, ладонь мы кладем на поверхность, кулачок сжимаем, ладонь, ребро, да, там, ладонь, ребро, кулак, там, я неправильно сделал, да, ладонь, ребро, кулак, ладонь, ребро, кулак, да, там, кулак, ладонь, кулак, ладонь, кулак, ладонь, потом ребро, да, То есть мы и ставим, постепенно усложняем задачу, аранжируем, да, по-разному перетасовываем вот эти вот команды. Потом мы две руки включаем, да, там ребро ладонь, ребро ладонь, кулак, да, там кулак правый, ребро левый, да, то есть дальше можем усложнять. Это тоже очень хорошо у нас воздействует на, собственно, наполненный технический канал, да, и отвечает за работу, помогает выставить межполушарное взаимодействие. Ну, естественно, если эти упражнения ухо-нос, да, там ухо-нос, там правое-левое, да, там мне тяжело сейчас с наушниками, да, соответственно, мы вот так, да, меняем ручки, нос-ухо, ухо-нос, нос-ухо-нос, да, там меняем вот руками. То есть у нас всегда ручка, которая держится за носик, она лежит под ладошкой, под ручкой, которая держится за ушко. Вот, ну и так вот попеременно, вот я прям, я в камеру смотрю, попеременно мы, в общем, это делаем. Я это не делаю, вот это я не делаю, честно скажу, я уже наук раньше делал, наук уже потерял. Потом хорошее упражнение животик, когда мы, да, там одновременно, то есть мы трем животик и, например, там стучим по головке или тоже трем головку, да, или просто по часовой стрелочке, потом против часовой стрелки, а по голове мы просто должны вот так вот стукать. То есть, понятно, мы вот так вот стукаем и при этом вот трем. Видите, вот я говорю, я уже сам подразучился, надо мне сам повторять эти упражнения, да, но я не делал. Но, когда делаешь, оно не сразу получается даже у взрослых, но через какое-то время, там, ну где-нибудь на раз, там, четвертый, пятый, оно уже потихонечку идет. То есть, да, мы постоянно, потом поменяли ручку, опять же, да, вот трем, трем животик теперь, да, там, левой рукой и стучим там правой по голове. Это все детки уже 5-7 лет. Теперь пошли упражнения сложнее. Это мое одно из там тоже самых любимых упражнений, называется оно бабочка. Вот так разогреваем ручки, разогреваем ручки. Это для деток уже вот 7-12 лет. Раскрыли, да, бабочка. Потом, что мы делаем? Мы разворачиваем правую ручку к себе, левую от себя. Затем мы еще раз проворачиваем левую ручку. Теперь обе ручки смотрят к себе ладошками. И теперь у нас левая ручка снизу смотрит к себе, правая ручка от себя, правая от себя. И еще раз делаем проворот. Теперь обе. И у нас получается вот такая вот бабочка. Такая вот бабочка. Это упражнение, кстати, из современных танцев. Оно давно достаточно пришло. Можно посмотреть, набрать там бабочка, танцы. То есть есть разные туториалы, то есть разные варианты того, как это делается. Потом мы можем усложнить бабочку над, так вот, да, над и в другую сторону. Мы можем усложнить бабочку над, так вот, да, над и в другую сторону тоже, над головой. То есть вот это же движение мы повторяем над головой. Оно не сразу, кстати, это не просто выручить. Это только так кажется, что это легко. На самом деле, да, надо прямо перед зеркалом так вот встать, да, попеременно. Вот это все, да, вот это все, что надо, провернуть. Вот, это очень хорошо. Потом все эти упражнения, почему я сейчас даю, говорю еще раз, говорю, потому что тем, кто вновь присоединился, сейчас дети будут много сидеть дома. Друзья, я хочу вам сказать, что, как биолог, я вам говорю, ситуация с вирусом серьезная. Отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно. Действительно, лучше посидеть дома. Лучше лишний раз не выходить, да. И уж тем более не встречаться с пожилыми родственниками. Пожалейте их, да, наших пожилых родителей, бабушек, дедушек. Лучше с ними не взаимодействовать. Звоните им, да, там, звоните им по видеосвязи, если у них есть. Если они там за городом, ну, пусть они там будут уж за городом. Вот, но имейте в виду, что лучше их не навещать, потому что, к сожалению, действительно вирус оказался серьезнее, чем изначально даже предполагали. Вот, поэтому, конечно, на карантине лучше посидеть. Так вот, да, пока все будем сидеть на карантине, да, я предлагаю заниматься саморазвитием. Вот, и, соответственно, выполнять эти упражнения. Вот, кто захочет, говорю, у нас вот есть даже вот сейчас варианты, я потом скажу еще в конце, мы рассылаем гарнитуры дистанционно. Вот, то есть мы, например, отправляем их по почте курьерской доставкой с деком прямо вот до двери для домашнего использования в том числе. Плюс там вот будут еще дополнительные вебинары и всякие упражнения, там полный курс. Ребенок-гений для родителей и еще с электродами для домашнего использования, да, с гарнитурами. Мы их вот отправляем прямо вот в аренду сдаем, допустим, на месяц, на два. Вот, но это совсем кто прицеленный, если вот захочет заниматься, в конце скажу. Значит, давайте дальше, следующее упражнение. Есть упражнение «пятка-носок», но я его не могу показывать, мне неудобно, вот это надо мне вставать, тут будет. Там идея такая, что вы носочек, одна ножка, другая на пяточке, и носочком мы в одну сторону, например, по часовой стрелочке, а пяточкой против часовой стрелочки. И вот так одна нога у нас на носочке, а другая на пяточке. Носочки, и они попеременно меняются. Пятка-носок, пятка-носок. Пятка правой ноги на полу, носок левой ноги на полу. Потом пятка левой ноги на полу, носок правой ноги на полу. Потом, когда будет презентация, да, я думаю, мы сделаем презентацию, трансляцию, надеюсь, что она сохранится. Я ее, эту презентацию, выложу. Вот, там будет картинка. И, соответственно, перемена. То есть у нас получается, ну, вот так вот, да? Да, то есть одна ножка на носочке, другая на пяточке. Опять одна ножка на носочке, другая на пяточке. Это, кстати, взрослые тоже могут делать. Одна ножка на носочке, другая на пяточке. Одна ножка на носочке, другая на пяточке. И вот попеременно мы вот так вот делаем. И потом мы что делаем? Мы делаем двойное усложнение. Мы делаем бабочку и одновременно носочки. Пятка-носок, пятка-носок, пятка-носок. И еще ими вот этими вращаем. Называется это упражнение по-английски «хилтое» – «пятка-носок». «Хилтое». Либо «пятка-носок» можете тоже набрать, например, на YouTube. Пожалуйста, то есть тоже как вариант. И подключаете дальше бабочку. Это очень… Детям вообще безумно это нравится. Детям просто безумно это нравится. Они обожают это делать. Ну, просто вот сколько вот я с ними не занимался, то есть всегда много эмоций, всегда это весело, это не скучно. Это, знаете, там, ну, в общем, как правило, и настроение поднимает, и у ребенка вообще тонус. И даже, там, дети, которым, ну, лениво делать какую-то скульптуру, по крайней мере, это, знаете, такой вот элемент, такого вот эдитеймента, да, обучения с развлечением. Ну что ж, пойдемте дальше с вами для формирования межполушарного взаимодействия у детей. А вот теперь то, что тут мне писала логопед одна, да. Не знаю, к сожалению, как воспоминание отчества. Можете потом мне написать. Вот по поводу других связей. Вот в лобных долях для того, чтобы у нас хорошо комиссуальные связки работали, да, комиссуальные, вот это межполушарное взаимодействие, то очень важно, например, рисовать обеими ногами. Ногами, руками, оговорился. Обеими руками. Ну, например, задание такое. Первое. Дети рисуют, пытаются, по крайней мере, одновременно рисовать круги в одну сторону по часовой стрелке. Затем круги в другую сторону против часовой стрелки. После чего они обеими руками рисуют круги в разные стороны. И таких вот нужно кружков нарисовать вот прям вот рядышком в ряд штучек 10-15. Прям вот в столбике. Один столбик, другой. Потом они одновременно рисуют кружочек и квадрат. Кружочек и квадрат. Также поменяли сначала правой рукой кружочек, левый квадрат. Потом левый квадрат, правый кружочек. И так тоже 10-15. Вот. Потом можно еще усложнить квадратик и треугольник. Но тут очень важно следить за тем, чтобы ребенок не халтурил. Чтобы он выполнял одновременно оба упражнения обеими руками. То есть не для того, чтобы он вот, знаете, он не должен сначала нарисовать там треугольник, а потом там кружочек или квадрат. Нет. Он должен прям вот одновременно чертить. Понимаете? То есть у него должна быть вот эта вот синхронность. Это непросто. Это непросто. Но вот нужно вот постараться, чтобы за минутку, вот поначалу, да, вот где-то к 5-6 лет, где-то вот было 2-3, вот 2-3 пары. Это неплохо. 4-5 прям хорошо. Если больше 5 за минутку сделал прям аккуратненько, это будет отлично. Потом то же самое. Циферки 1, 2, 2, 3, 3, 4. Значит, кто мне будет сейчас писать в комментариях, что это сложно или не сложно, но я же это делаю с детьми. У нас дети все это делают. Да, не сразу. Но все все делают. Опять же, мы с ним говорим, ребенок гений. Помните, помните, что ребенок у нас гений. У нас сегодня мы применяем повышенные требования к детям. У меня дети с СДВГ это делают. Ладно там. Значит, если какая-то рука отстает, это нормально. Поначалу она будет отставать. Но нужно следить, чтобы она... Можно даже под ее темп сначала подстраивать, чтобы даже правая чуть медленнее работала, чем левая. Но потом они должны синхронизироваться. Ну, где-то раз на восьмой уже обычно детки более-менее нормально справляются. Более-менее нормально справляются. Идем дальше. Еще усложняем наше задание. Дальше у нас идет работа с текстами. Вообще вот в курсе ребенок гений у нас есть несколько блоков. У нас есть несколько блоков. Это аналитическое мышление, абстрактно-логическое мышление, литературно-текстовое мышление, работа с текстами, работа с вниманием и концентрацией, и работа с текстами иностранными. То есть у нас есть... Значит, у меня, кстати, пишут сейчас прямой эфир, закончится, друзья, в Инстаграме. Я его сейчас пробую сохранить, но имейте в виду, что лучше сразу же переползти... Попробую еще раз перезаползти, но лучше перезаползти на YouTube. Да, еще раз всем добрый вечер. Видите, мы продолжаем эфир. В общем, тот, кто был на YouTube, тот на YouTube. Вот, тоже вам всем большой привет. Друзья, у вас здесь, кстати, есть комментарии. Тоже пишите, пожалуйста. Я тут всем напишу. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Вы тоже можете мне писать комментарии. Вот. Соответственно. Да. Значит, следующее упражнение. Да, я уже сказал, что там есть разные блоки. Мы будем какие-то блоки, говорю, вот, разбирать. У нас будет еще серия вебинаров, поэтому также следите, да, за новостями. Вот. Но, конечно, прицельно, говорю, вот они... Мы прямо, говорю, вот именно в наших курсах разбираем. Наши курсы в Центре развития мозга. Мы прямо это вот делаем там очень подробно. Тут я... Ну, нет просто возможности все в один вебинар впихнуть. Вот. Поэтому я так сжато, но так, знаете, по делу, как-то предметно. Значит, работа с текстами. Есть упражнение. Одно из моих самых... Я его сам придумал когда-то. И мы его потом опробировали, когда я писал курс для педагогов по когнитивным нейронаукам еще, наверное, лет... Восемь назад. Нет, семь, наверное. Вот. И мы прям так успешно это и на взрослых, и на детях это опробировали в разных школах. И прям так, ну, хорошо шло. Значит, а задача такая построить график своей умственно-интеллектуальной загруженности. Вы берете какой-то текст сложный. Ребенок берет текст. И он читает текст. Например, научит популярную статью какую-то. И он понимает, что вот в первом абзаце было все понятно. То есть там уровень там несложный. То есть там введение, да. Но на третьей строчке были какие-то сложности. Там слова, да. Он их мог даже на полях там себе отметить. В абзаце 2 было понятно все. А вот абзаце 3 заставил перечитывать каждую строчку 2-3 раза. И таким образом, да, у нас получается выстраивается график интеллектуальной загруженности. До планшета мне тут далеко. Ну, вот, к сожалению, мне в прямом эфире не вывести презентацию. Потом вот, если мы выложим уже презентацию, потом посмотрите. У вас получается, вы строите такой вот график, где у вас на оси Y степень интеллектуального напряжения, а на оси X у вас местонахождение этого интеллектуального напряжения в тексте. Это вообще очень хорошо позволяет вам более капитально прорабатывать работу с текстом. И понимать, понимать, да, где вы буксуете, да, и в каких моментах у вас есть какие-то сложности. И вообще через какое-то время, на самом деле, вы потом будете уже бессознательно, читая текст, простраивая эту схему до сложности текста. Это очень хорошо, когда вы работаете с большими объемами текстов или с зарубежными текстами. Вот. Это, кстати, хорошо на международных экзаменах, когда там IELTS, TOEFL, G-MAT надо, да, там, G-R-E, да, там, сдавать и так далее, и так далее. Когда это происходит, то, соответственно, вы... Вы... Можете быстро ориентироваться в тексте, потому что в этих экзаменах, и так эти дети тоже, на ЕГЭ, кстати, тоже им это нужно часто, на ЕГЭ по иностранному языку. На ЕГЭ по иностранному языку нет возможности читать полностью весь текст. Нет возможности читать весь текст полностью. На ЕГЭ тоже нет, просто нет иногда времени на это. И там важно, то есть, уметь в голове простроить. Ну, там, мы еще делаем там упражнения, есть дополнительная там система тепловизора, как я называю, когда вы там тепловые точки, карты тоже напряжения или какие-то незнакомые, да, там, сложные фразы, слова, да, там тоже отмечаются. И это позволяет потом, как бы, да, после этого простраивается сетка этого текста, план прописывается очень-очень коротенько, да, вот на основе этого графика интеллектуального напряжения. И вы можете быстро с этим текстом работать. Но вообще сам график этого, да, оно позволяет несколько такую структурность мышлению придать. Это вообще очень полезно делать. Поэтому деткам, ну, давайте такие задания, пусть они их делают. Значит, работа с текстами, схема гипертекст называется. Схема, например, вот, ну, пример, не знаю, вот тех, да, на особенности восприятия у детей. Ребенок читает, делит листок на три графы, слева характеристики восприятия, справа темы. Тут, допустим, у нас вот, поскольку там по периодам идет период, а, значит, в середине, точнее, это у нас идет темы, и справа комментарии. То есть мы выписываем какие-то темы и основные тезисы. Слева мы выписываем, да, там, характеристики этого восприятия, то есть то, что идет, то, что идет ключевыми моментами, а в комментариях мы пишем то, что, например, на вас составляют какие-то вопросы, то, что мы хотели бы еще посмотреть, да. Это работа в формате гипертекста. Вообще вот, когда я учился в магистратуре, у нас работа с текстом у нас была прям целая, блок курса называлась «Работа с текстами». Такая вот почти психофизиологическая работа с текстами. Помню, наши преподаватели говорили так, что если мы вам даем статью, и вы ее прочитали, и приносите ее на следующее задание, и она вся там не перечиркана, разными цветами не выделена, на полях там миллион сносок не сделан, значит, с текстом вы не проработали. Просто там даже в вашу сторону не смотрели. Да-да-да. Это к вопросу о том, как надо работать с текстом. Вот так надо детей учить работать с текстом. Ну, это с качественным текстом. Я вообще рекомендую читать качественные тексты. То есть в воду не надо, там всякие бульварную прессу и так далее. Детям лучше поменьше это все выдавать. Значит, есть еще более усложненный вариант, но потом в презентации увидите. Построение дневника реальности в формате гипертекста. Значит, ребенок ранжирует свое восприятие реальности. Ну, например, он также делит на три блока листочек. Значит, слева пишутся события, графа события. В центре ощущения его. И справа комментарии и вопросы. События. Например, поехали на экскурсию в Эрмитаж. Эрмитаж, зал, это очень большой комплекс зданий целых. Да, это не только зенит дворец, это огромное количество зданий. И, например, их повезли только в зал там искусства Голландии. И в зал с часами. И вот он пишет, что события. Зал искусства Голландии, зал с часами. Потом их повезли в мастерскую живописи для школьников при Эрмитаже. Ну и так далее. Потом он пишет свои ощущения. Вот ощущения могут быть все. Вот пусть ребенок опишет все ощущения, которые пусть он учится саморефлексировать. Любые там. Большая очередь. Устал, вспотел, неважно. Потом то, что было во его всем ощущениях. Пусть у него везде, потому что ощущения не включают лимбическую систему. Потом он пишет ощущения, там, не знаю, все картины в темных тонах. Действительно, у Голландцев, если посмотреть, много картин в темных тонах, но они ему так показали. На самом деле, они просто выцвели отчасти. Поэтому они в темных тонах. Да, но вот так получилось. Он так воспринимает. Потом он пишет, там, дальше, там, ощущения в работе с мастерской. Он там тоже блоком, да, пишет. Понравилась работа с маслом. Но запах тяжелый был, да, от масла. То есть он все ощущения, опять же, описывает. А потом, допустим, он пишет в своих комментариях. А хотелось бы мне научиться так рисовать, как голландцы, да? А что, если я принесу кровью? Что мама мне скажет на это? То есть он учится, соответственно, вы прям с ним садитесь. Это дневник. И вы можете даже набрасывать дополнительно вопросы. Надо потрунить мозг ребенка, мыслить максимально широко. И не бояться своих никаких ощущений, никакой рефлексии. Никакой рефлексии. То есть вот он, у него должно быть, понимаете, у него должен быть широкий диапазон его реагирования. Его норма реакции должна быть расширена. От его ощущения того, что была большая очередь, и он просто устал там стоять. Не знаю, ноги у него, ножки устали. И заканчивая тем, что был тяжелый запах в мастерской, да. Пусть присоединится лимбико сюда. Лимбико сильно реагирует на эмоциональные переживания. И, соответственно, к этому можно задать комментарии и вопросы, которые на самом деле в будущем, возможно, для ребенка станут реперными, опорными точками, на основе которых он потом сделает свой выбор профессии. Он определится тем, кем вообще он хочет быть, какие он хочет навыки развивать. В целом, в какой сфере он хочет развиваться. Как он себя видит в жизни. Это вот, ну, где-то вот деткам с 11-12 лет уже можно, даже можно с 10 давать. Это первая часть этого задания. Вторая часть этого задания сводится к тому, что ребенок, кстати, три блока, пополам и снизу, вот так, где буквой Т вот такой перевернутый, значит, в левой части он пишет знания и навыки, которые он получил. Ну, например, он узнал про историю голландской живописи 17-го столетия. Он узнал, что такой мазок кисти вот маслом, да, там, построение композиции у голландцев, как была работа с цветом, да, там, выводы идей, да, там, справа. В 17-м веке, например, он пишет, да, происходило бурное развитие живописи, но мало кто из художников мог прокормить себя искусством. Он делает для себя этот вывод. Он понимает, что, как бы, вот искусство, вот реалии они такие, что художнику тяжело себя прокормить искусством. И до сих пор, кстати. И он потом пишет, например, да, какие еще идеи у него появились, там, новые виды востребованного искусства. Ну, дети повзрослее, может быть, да, монетизация искусства. Идея, да, какая бы, где бы он, не знаю, хотел бы он развиваться там в области компьютерной графики и так далее. То есть, да, и тут все, что угодно может быть. И в конце, вот, под чертой, да, под этой перевернутой буквой Т, внизу, да, у нас внизу, находится структура дня. Ребенок еще раз, вот, помните, кто был на вебинаре, внимание, я рассказывал это упражнение кинолента видения. Он еще раз по кадрам прокручивает все, что у него было, там, душ, завтрак, автобус экскурсионный, эрмитаж, мастерская, потом уроки и так далее. Он себе все это еще раз записывает, структуру. И вот пусть у него такие вот, ну, дни, которые какие-то существенные, да, не обязательно каждый день, но, не знаю, там, какая-то экскурсия, там, поехал на какую-то конференцию, я не знаю, там, там, отправился в путешествие, еще какое-то, ну, в общем, какие-то знаковые такие дни, пусть вот он, соответственно, их реконструирует. Или, не знаю, там, какая-нибудь, была игра по станциям в школе, тоже, мне кажется, это, сейчас почему-то их реже проводят, мне кажется, это потрясающая совершенно активность, особенно, когда эта игра классно вот спродюсирована, срежиссирована, ну, хорошо сделана. Игра по станциям, это классная штука, которая вообще обучает детей командно работать, которая разные навыки, она говорит, вот, например, смотрите, сейчас какая ситуация, вот, я в свое время писал задания для Олимпиады МГУ, наноолимпиады, наноолимпиады позволяют поступить детям сразу же на 4 факультета в МГУ, даже на 5, химические, физические, математические, биологические, по-моему, современные нанотехнологии, 5 факультетов, одна олимпиада, 5 факультетов. Но что мы там делали? Мы закладывали задания так, ну, по крайней мере, мне такое, ну, это там придумывали, конечно, там у них академик всем этом возглавляет всю эту историю. Классная вообще история, там, с, это задумка, я где-то уже, по-моему, рассказывал, да, про эту наноолимпиаду, вот эта наноолимпиада, она предполагает знания, то есть даются детям задания, и дети воспроизводят знания из математики, из физики, из химии, биологии, они прямо вот, приходят в лабораторию, и работают с этим, понимаете, они должны показать широту своего кругозора. И поэтому эта олимпиада им дает возможность сразу на один, ну, не на сразу, на пять одновременно, а на один из факультетов, которые им понравятся, если становятся призерами олимпиады, на любую из этих факультетов они поступают. Потому что в современном мире, да, вы знаете, нужно знать, как можно больше всего, иметь широкий кругозор, чтобы быстро ориентироваться, быстро обучаться и перестраиваться. Вот. Вот такая вот история. Ну что, сколько у нас там идет, я вот сейчас смотрю, у нас уже час двенадцать. У нас как раз осталось где-то минуток двадцать. На ответы, на вопросики обязательно ваши в конце отвечу, да. Значит, давайте с вами что за вебинар рассказать. У нас там есть несколько десятков всяких разных, просто даже груб, упражнений. Если все это делать, то, ну, мозги так, прям так капитально отрабатываются. Давайте с вами чуть-чуть отдохнем. Давайте с вами чуть-чуть отдохнем. Значит, я вам сейчас вот что предложу. Это вы тоже сегодня с детками можете сделать. Значит, давайте с вами поработаем с внутренними ощущениями работы наших полушарий. Значит, это можно делать с детками где-то семи-двенадцать лет. Значит, сядьте на стул, за стул, там, или просто можете на стул, можете облокотиться на стеночку, как вам удобно. Закройте глаза. Закройте сейчас глазки всем. И теперь попробуйте осознать левый глаз. Вот как он, вот, что он шарообразный, что он объемный, насколько он большой для вас, вот, где он находится в глазнице, не открывая глаз, не открывая глаз, да, остановите его. А теперь посмотрите на пол. На пол посмотрите. Не открывая глазки. Не открывая глаз. Теперь посмотрите на потолок. Теперь посмотрите вправо. Теперь посмотрите, пожалуйста, влево. Попробуйте еще раз вот осознать вес, форму глазного яблока. Теперь давайте то же самое проделаем с правым глазом, да. Также давайте осознаем под закрытыми веками правый глаз. Посмотрим в пол. Естественно, вы будете смотреть обоими глазками, потому что в среднем мозге у нас находятся центры глазодвигательного нерва, которые обеспечивают синхронность движения глазок. Но ваша задача сейчас держать внимание в правом глазу. Теперь смотрим в потолок. теперь вправо, влево. И теперь мы с вами должны как бы переключить внимание на левое полушарие мозга. как бы мы посмотрим как будто бы чуть сверху над левым глазом. Вот там за ним. Вот увидите левое полушарие. Задержитесь там на несколько секунд. теперь переведите внимание на правое полушарие. Также увидите его. и затем вновь на левое. Еще раз на правое и теперь на левое. не открываем глазок. Дальше выполняем упражнение. Теперь подложите сами потом это будете деткам предлагать. Без перенапряжения мы с вами расслабляемся. Теперь посмотрите вверх на левое полушарие мозга и представьте там цифру 1. А теперь переведите мысленный взгляд на правое полушарие и представьте там букву А. То есть над левым полушарием цифра 1. Теперь перевели взгляд. Поменяли фокус внимания и там представили букву А. Теперь вы смотрите опять на левое полушарие там цифра 2. Теперь переводите вправо и над правым полушарием буква Б. Теперь вновь в левое полушарие там цифра 3. Естественно как вы уже догадались по логике если мы перейдем в правое полушарие фокус внимания там буква В. И давайте также так 4G 5D сами сделайте пожалуйста. вообще вот так можно весь алфавит проработать. откройте сейчас глазки и попробуйте проанализировать сами с собой потом с ребенком если вы будете с детьми выполнять упражнение в какую сторону было проще раскладывать цифры и буквы обсудить это. Теперь я вам предлагаю усложнить это упражнение пожалуйста тоже закройте глазки и теперь представьте слева слово дом такие подкрашенные буквы дом такие красные как неоновая вывеска. А справа увидите квадрат рамочку квадрат такой прозрачный. И теперь мысленно нужно трансформировать над правым полушарием квадрат в куб придать ему объем но так чтобы у него стороны оставались прозрачными и можно было увидеть все его стороны будто они стеклянные у него будто стеклянные поверхности у этого квадрата. И теперь представьте как слово дом из левого полушария как бы вплывает в этот вот куб над правым полушарием. И оно теперь внутри этого правого полушария оно теперь в этом кубе находится. Откройте глазки было ли сложно выполнить эти действия напишите сейчас в комментариях что больше всего вызвало трудности. Вы можете себе написать и это будет в качестве опять же в качестве вашей тоже обратной связи. Можете себе записать на листочке где-то если стесняетесь в комментариях писать. напишите себе такую саморефлексию. Теперь давайте с вами пишет мне кто-то в комментариях давайте посмотрим. так друзья давайте еще раз сегодня повторю что сегодня мы говорим про здоровых деток про деток с нарушениями мы поговорим в пятницу у нас там будет СДВГ нейрологические диагнозы и чтобы яблоки с апельсинами не смешивать мы сегодня в общем будем у нас каждые дети по-своему талантливые и одаренные но одни у нас апельсины а другие яблочки вот так сегодня яблочки и апельсины не будем в одну корзинку складывать сегодня давайте про яблочки поговорим а про апельсинки мы поговорим в пятницу ладно давайте вы приходите на вебинар и будем там предметно уже разговаривать вот значит ну вот да спать так правильно я вам сказал расслабимся значит смотрите также вот можно поработать с ощущениями то есть мы сейчас поработали с абстрактными такими да длительными образами потом может ощущение например слева представлять поглаживание бархата как вы гладите ручкой а справа как будто вы прикоснулись к коре дерева чувствуете шершавая поверхность потом допустим слева наждачная бумага а справа гладкое стекло потом допустим слева вот мы держим сосулечку справа рука в горячей воде потом слева звук большого меча да а справа звук взлетающего самолета слева там гудение горна справа перезвон колокольчиков да и таким образом мы как бы тоже работаем работаем с нашими ощущениями и давайте самое последнее опять же закроем глазки вспомогательное упражнение для мозга я его рекомендую всем вечером делать на самом деле вот некоторые этих упражнения я там подцепил некоторых психологов вот они научили меня вот я соответственно вот вам тоже рассказываю что-то вот мы сами делали опробирование ну что-то я сам придумал что-то мы с коллегами разрабатывали и вот потом скомбинировали и в общем получилось то что получилось и оказалось что он достаточно эффективный по крайней мере удается опробировать вот есть вспомогательное упражнение тоже закройте просто глазки опять представьте вот ваш мозг с обоими полушариями вот какой он ваш мозг как вы его видите вот каждый из нас его по-разному видит есть ли там морщинки извилинки какие они никакого он света а теперь вот знаете я предлагаю вам сделать такой вот мысленный массаж вашего мозга вот знаете вот он так нуждается в нашей заботе понимаете вот протрите его знаете вот возьмите такую вот тряпочку бархатную просто знаете вот протрите его мозг вот так аккуратненько сотрите с него пылинки и знаете вот аккуратненько его так помассируйте помассируйте просто знаете вот Вот получить это внутреннее, знаете, вот как будто, ну, наконец-таки, мне кто-то помассировал мозги, и они расслабились. Вот, знаете, пусть они расслабятся. Вот в этот момент может быть, знаете, такое ощущение тепла внутреннего, легкий звон, такой, знаете, в ушах. А теперь вот еще разочек протрите, да, бархатной тряпочкой свой мозг. Так, знаете, протрите его и выкиньте эту тряпку, знаете, чтобы она вот подальше. И улыбнитесь про себя. Открывайте глазки. Вообще, вот, очень важно, знаете, это делать, потому что, вот я уже говорил тоже на прошлом вебинаре, что мозг не всегда понимает в лоб какие-то вещи. Потому что есть много процессов бессознательных, и вот иногда, знаете, с ним надо поговорить вот так вот, как будто вы объясняете что-то 4-5-летнему ребенку. И вот старайтесь тоже с детьми так же, да, говорить. Вот. И, соответственно, вот, бывает, что перед сном нужно просто закинуть какие-то идеи, и дальше мозг за ночь их сам решит. И через день, или на следующий день, через день, через два он может вам выдать решение какой-то сложной задачи, кстати. Вот. Просто важно немножко его так...